итак ребята всем привет сегодня у нас коп коп по старине то есть будем шурфить сегодня заключительная часть очередной экспедиции коп по старине давайте коротко освежим свою память интересными фрагментами ну копать то надо вот здесь вот ребята то есть ошиблись вот настолько вот и вот смотрите крупничок выпал и это явно но нет первой части копали при свете фонарей находки были даже царе по мою ставки господа пока я не помню что думаете по монете что это и судя по размеру это у нас двушка две копейки серебра зачем на утро нашли новый фундамент и стали копать советики 46 46 в прямом эфире пойдет пойдет среди советов проскакивали и царики 59 вот такую 58 не распространенная 59 не очень ну здесь выкисла вот она вот на монетка могу с уверенностью сказать блин 46 год зачастую я накопал совета 46 года да 20 копеек 46 года остался я снова один как начинал один а земляной дед нервно курил в стороне так как дед отдавал последний сидит дед ты наверно скажешь о санёк дед совсем крышу поехал пятницу себе нашел продолжаем смещаться к другой противоположной стороне дома на подсрезке опа выпало 10 копеек очередные 46 год ёшкин котает что такое что это от расчески что ли ну ладно продолжаем рано стал убирать камеру ребята рано 10 копеек только что отснял чуть начал мотать катушечкой вот на это расчесочка и сигнал был и выпало спорим ребята какой год угадайте пишем в комментарии я говорю что 46 па-бам нет ребята это 45 победа победа над фашизмом 45 год я думал 46 ладно пойдет и так ребят что то я устал бегать за камерой прямо включаю выкапываю и сразу находка если не верите мне здесь вот я присыпал нашу расческу видите да его здесь вот вот она у нас трешка сорок третий год сорок третий зачетно да кстати я вот может быть он бантик сниму он бантик вот как это нам сделать куда камеру поставить чтобы меня было видно так пожалуй сюда вот вместе где земляной дед сидит у меня курит пожалуй так вот поставлю камеру и онлайн ребята онлайн в прямом эфире что то вы знаете монеты за монетой пошли одно удовольствие стал получать ребят прям вообще это мне нравится нравится сейчас вот сейчас из стенки посмотрим что это сигналит я уже как вы видите хотя вы не видите с этого ракурса slow slow с этого ракурс не смотрите я уже на пределе с материком guys утка утка будет курить у нас вместе земляным о ребят ребята глазами глазами выкопал двадцатка двадцатка 46 года ага зачет а я еще не прозванивал ребят чё-то еще а все почему я так долго ребята тру думаете я думал 42 а это ребят 40 48 вот она красавица так погнали дальше до поехали стенках нет ничего все равно подрежем углубляться страной здесь смысл натереть неудобно а то сейчас мы встал задницы к вам как-то не не красиво получится за один да ладно а пятак ребята пятачок год 46 ай классно как вам такая ребята съемка а прямом эфире уже 4 монеты до это камера много занимает много снимают хорошем качестве она и занимает много памяти ребят так что не буду я это весь процесс затягивать тут пропал куда-то так чё это ты что сигналил маленький маленький кусочек как чешуйка блин и сигналит ну а там ребят еще есть сигнал но сигнал уже материк ребята что такое материк ребята а то мы и слушайте слушайте материк от когда после засыпки идет слой у такого прессованного камня то есть это прессованный земля прессованная земля вот именно до этого я и шурфлю не ребят я очень выкопал он еще находится там так горшочки вот видите ребята горшок сломал а монету пока не видно не ну надо еще на данный посошок и стандартной форме продолжать дальше копать хорошего по чуть-чуть по чуть-чуть не я не могу достать ребят хочу тут еще у нас а чё в руке чё то до этого только что вам чешуйку маленькую показывал обломок от нее а чётко звенит ребята глубина 10 сантиметров и показывает что-то бронза а чё у нас бронза это монетки желтенькие советской эпохи я предполагаю что это пятачок или трешка а вот она не я ошибся это у нас опять пятнашка пятнашка 46 зачет 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 выкопал нет да выкопал сейчас то что я набросал ребята за раз вот эту кучу я ее за пределы это у меня как бы рабочий стол подрезаю сюда вызваниваю потому что здесь как бы лучше там везде у меня может затеряться так что сейчас вот эту почищу и полезу дальше срезать кромку за кромкой и снимать в обычном стандартном режиме так что погнали дальше перекур земляным дедом и суточкой который нашел кря кря итак ребят сигнал только что вам показывал и говорил что не буду снимать в прямом эфире я его все-таки выкопал видите нету больше нету там ничего вот он этот сигнал был это 15 ух ты какой он красный и причем 15 копеек год 30 30 какой-то не вижу 30 какой-то класс земляной дед мы с тобой скуримся наверное да скуримся со мной вот сидит дед подбрасывает подбрасывает мне монетки пойдет вот ну что ребят наконец-то что-то необычное а то монеты вам наверное уже надоели все это банально он видите у меня уточка уточка скучает скучает и я для этой уточки нашел компаньона или компаньонша вот такая ребята глиняная свистулька я сейчас ее почищу помою она конечно отколота немножко водичка у меня есть сейчас ее посмотрим свистит она живая или все нет это очередная находка ребят пойдет в краеведческий музей при школах сегодня у меня уже два экспоната готовы к школьному музею откопал а первую это там похоже на лопату какую-то чуть позже вам покажу сейчас свистит не свистит узнаем итак ребята помыл я свистулечку и для вас исполняет седой копатель музыкальный инструмент зачастую это детская игрушка и вам исполняет мелодию я не музыкант у меня медведь на ухо наступил в детстве седой копатель а спасибо спасибо всем спасибо медведь наступил мне все же но чуть не оглох классные ребята аплодисменты александру седому копателю за такое исполнение свистулька одна из очень старинных повсеместных и широко распространенных игрушек превращающих в умелых руках музыкальный народный инструмент форма свистулек разнообразна птицы лошади собаки кошки и другие животные в древности звучание глиняных изделий служили средством общения с духами и являлись предметами культов участвуя в религиозных ритуалах языческое время глиняная игрушка была магическим инструментом способным вызвать ветер и вместе с ним дождь отпугнуть нечистую силу на руси свистулька появилась не позднее 10 века они представляют собой сочетание простейшего музыкального инструмента лепилась такая игрушка на пальцах из одного куска глины основное искусство мастера заключалось в создании ее полой звуковой части свистка секрет чистого и насыщенного звука зависит от ряда причин и прежде всего от правильного расположения воздухоотводных каналов в мунштуке и находившееся под ним отверстие для выхода части воздуха на руси свистулька почти всегда сопровождала гончарный промысел любой горшочник мог сделать глиняный свисток даже если производство глиняной игрушки не было обыкновением в данной местности веселый звонкий свист и музыкальный трель глиняных соловьев всегда раздавался на всех ярмарках наша игрушка свистулька представлена в форме птички отличающимся большим музыкальным достоинством датируется 18-19 веком создания удивительное дело но пролежав сотни лет в земле эти игрушки сегодня поражают звонким и объемным звучанием значительно отличаются от своих современных аналогов причем в зависимости от размера полой части игрушки звук может быть высокий пронзительный или более низким басовитым надеюсь информация была полезной а музыка приятной с вас лайк и репост а сейчас возвращаемся на коп итак ребят последняя находка была где-то вот здесь вот где у меня катушка смотрите сколько я прошуфил и находок не было были находки ворошиловского стрелка и потом как отрезало почему ворошиловский стрелок пуговки пуговки со звездой гильза что за калибр что за патрон не знаю что это такое но это гильза и естественно почему ворошиловский любил стрелять по монетам 10 копеек в каком году стрелял ну-ка сейчас посмотрим 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 или не посмотрим тридцать 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 девятый что ли да тридцать девятый год тренировался перед первой своим наверное стрелком блин перед войной тренировку осуществлял наш ворошиловский стрелок вот такие вот сопутствующие находки у нас в шурфе ну и я к чему вот это все время у нас не было находок вообще здесь вот ворошиловские находки вот этот пятак вообще пустой и в конечном итоге выпала у меня вот она круглая двадцать копеек сорок шестой год ну так вот шутки уже закончились дай земляной дед шутки закончились скажи дай мне курить и снова все попрет ладно перекуришься накуришься еще в свое время солнышко у нас уже к вечеру подходит значит скоро будем закругляться и так ребят я уж решился закругляться подрезаю стеночки выравниваю как бы чтобы не было ямы и вы знаете не знаю хорошо ли нет но сигнал казался медным и на этом фундаменте выскочила третий царь третий год 14 копеечка 1914 год вот вы скажете о саня царь ей надо радоваться счастья да с одной стороны это хорошо когда царь обладает но ребята но я люблю ребят почему я люблю шурфить непосредственно советские фундаменты потому что на советских фундаментах засыпка достаточно приятная получаешь от шурфа удовольствие но это мелочь люблю советские фундаменты из-за того что на них как вы знаете у нас попадаются копейки двадцать пятого года двушки двадцать пятого двадцать седьмого двушки в общем ребят здесь очень много вкусного вот причем советские фундаменты очень часто дают медали ордена ну и сопутка очень приятно царские да вкусно эпоха 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 царская но там как бы не особо много сопутки интересный ладно продолжаем ребята продолжаем пока у нас солнышко еще высоко копать по идее далеко но 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 здесь видите уже неприятный грунт идет всего на все на штык лопаты а потом материк с той же стороны там вообще камень на камне лежит и вообще ладно солнышко ребят уходит за горизонт и значит нам тоже надо возвращаться ехать навстречу к солнцу ну а сейчас обзор того чего я нашел вот такое вот у меня сегодня набор находок сопутка ничего интересного вот такую вам не показывал что за народное творчество не знаю две солдатские пряжечки это у нас под подсвечник это у нас крышка часов так пуговки ребят пуговки солдатская лысая затем лесник и якорь вот все пуговки но нет орлянки а то был бы полный набор да кстати если вдруг у вас попадаются на копе незнакомая пуговка и вы хотите определить датировать ее то я вам рекомендую вот сюда группа ВК где вам всегда помогут ссылка под этим видео в описании дальше чуть повыше вот такая пуговина интересная интересная тоже народное творчество свистулька надеюсь вам понравилось как она свистит я не музыкант но старался для вас по царям три царя это хорошо для этой деревни две копейки серебром 1840 год две николаевские монетки шесть пятаков четыре трешки ну двадцатки пятнашки десятки двушки копейки все банально ну как-то вот так вот ребята получилось я считаю что удачная экспедиция самое главное было весело да кстати убираем что это ребята за лопата я просто собираю для музеев и вот лопата смотрите она не изогнута так она такая была и конструктивно она и должна быть такой что за лопата ребята для чего использовали фиг ее знает интересно любопытно пишем в комментарии итак ребята на этом я буду заканчивать сегодняшний видео выход экспедиция состоялась было очень интересно сенсации не было но все же было достаточно приятно мне с вами провести время вы по ту сторону экрана я поеду ну и ребята для вас для вас хочу исполнить красивую забытую мелодию эта местность эта природа не слышала этой музыки буквально сто лет и я сейчас напомню окружающей природе красивые мелодии не обессудьте я не музыкант я не музыкант или они инф это невероятное Субтитры сделал DimaTorzok